Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о методах работы провластной пропаганды и как на нее реагировать. Провластная пропаганда всегда цепляется за реальные события, эмоции или чувства. И пытается их раскрутить, чтобы люди сами прекратили сопротивление. Переругались между собой, засомневались в своих лидерах, в друг друге, в себе самих. И наконец поверили, что ничего невозможно добиться и не надо даже пытаться. Это такая смесь политических технологий и социальной инженерии. Давайте вспомним методы Рия-Калмыкия на протестах осенью 2019 года. Народу втюхивали информацию о малочисленных митингах, о том, что протестующие выходят на улицу, чтобы благополучно эмигрировать в США, доставали, по их мнению, какой-то грязный компромат, сталкивали льбами лидеров протеста по принципу «разделяй и властвуй». Многочисленные так называемые «фабрики-тролли» в комментариях писали откровенную чушь, просили отчеты по собранным средствам, поддержку протестующих. В итоге и за пару тысяч рублей, за которые не смогли отчитаться ребята, все между собой пересрались. Но вы сами видите, прошел почти год и никто из протестующих не просил политического убежища в США. Вот только зерно раздора им все-таки удалось посадить. Почти все, кто участвовал в протесте, сегодня занимаются своими делами, ведь для провластной пропаганды важно, чтобы люди сами отказались от борьбы и снова пошли жить так, как раньше. Главная идея – протест выдохнулся и захлебнулся. В пропаганде важно разочаровать и демотивировать людей. Рассмотрим первый прием, который называется «сломить волю». Представьте, что вы вышли на поле боя и у вас есть армия в 100 человек, а против вас армия в 50 тысяч. Но у вас есть возможность убедить эти 50 тысяч, что победа невозможна, что все уже предрешено за них и им не надо даже пытаться. И вот они, грустные, побросав оружие в полной уверенности, что санксов у них никаких нет, пойдут заниматься своими делами. Ну а вы можете делать все, что хотите, уже без всякого сопротивления. Главное сейчас для технологов – это сломить волю. Для этого в информационную повестку вбрасывают тему, что протест сливается, захлебывается. Что, собственно, и случилось с протестом против трудового эмигранта из ДНР осенью 2019 года. Появившийся стихийно безлидерный протест, что как лавина, начиная с 1 октября только набирал мощь, был слит пропагандой Рио-Калмыкия. И под властными им СМИ информация о том, что на митинги приходят всего 200-300 человек, вкупе с фотографиями, сделанными продажными операторами за деньги специально в конце митингов, сделали свое дело. С каждым разом на митинги приходило все меньше и меньше людей. Пропаганда раскапывает все минусы оппозиции. Если таких нет, то их придумывает Рио-Калмыкия, публикует статьи, где обвиняют представителей протеста во всех мыслимых и немыслимых грехах. На меня, например, раскопали судимость за распространение порнографической продукции. Даже более того, материал был изготовлен мой лично и еще с участием несовершеннолетних. Ну, всякая вот такая дичь в том же формате почти о всех ярких представителях протестного движения. Это делалось, чтобы жители не обсуждали законность назначения Трапезникова, его не совсем чистую биографию или вопрос возврата прямых выборов в муниципалитеты, а обсуждали, а кто с кем спал, кто кому и сколько должен, ну или кто и за что получил судимость в государстве, в котором к 30 годам нет такого человека, чтобы родственник или близкий друг не сидел бы в тюрьме. Вот на такие провокации важно не вестись. Нужно помнить, что в интернете ваш собеседник, скорее всего, на работе. И переубедить его вы не можете. Это у нас с вами может быть мнение. Мы можем обсудить его, оно может быть разное, мы можем поменять позицию, услышав весомые аргументы. А вот у аккаунта в интернете, ведущего пропагандическую линию, нет мнения. У него есть позиция, которую он толкает и отстаивает, находясь на работе. Оно не может измениться, его бесполезно убеждать. Это боты или фабрики троллей, где один человек управляет 50 аккаунтами. Их активность проплаченная. Вы помните, перед выборами главы республики или же в самую жаркую пару калмыцких протестов против предателя своей родины Трапезникова почти под каждым постом в Телеграме, Инстаграме, Ютубе их были тысячи. Люди, не знающие специфику региона, с никнеймами, которые наши местные люди ну просто никогда не создадут и тому подобное и так далее. 99% этих аккаунтов были фейковыми, потому как честному человеку скрывать нечего. Сегодня все эти аккаунты исчезли, потому что исчезло финансирование. Это обычный способ формирования повестки. Теперь на кухне обсуждается незаконность занимаемой должности предателей из ДНР, а снимающие порно в Максим Циденов. А еще есть настоящие люди, являющиеся публичными спикерами, которые банальным образом продались. Добрый вечер. Я не стал отличаться от других капитанов и тоже вышел в национальном костюме. Кто за деньги, кто за кресло или портфель. Кстати, я ни в коем случае не осуждаю таких людей. Хочешь жить, умею вертеться. Борьба с такими людьми заключается в полном игноре их. Не спорить и не вестись. Какими бы ни возмутительными и нелогичными не оказались бы их тезисы. Вот эти миллионы комментариев под видео, которые пытаются создать впечатление, что абсолютно все против вас. Или что все вокруг просто сумасшедшие. Это все технологии, чтобы демотивировать протест. Чтобы вы перестали доверять друг другу, выискивая в чатах врагов. Я на своих каналах просто удаляю их посты и комментарии. И предлагаю личную встречу или же звонок. Правда, еще никто не позвонил. Также у провластных политтехнологов не только медийные инструменты, но и вся репрессивная машина нашей страны. Все мы помним суды над активистами за якобы несанкционированные митинги, штрафы, вызовы на допросы и прочее. В информационном поле появляется сообщение о штрафах и наказаниях, что создает иллюзию того, что власти все держат под контролем. И дальнейшая борьба просто бесполезна. Бойтесь и сидите дома, иначе с вами будет то же самое. Вот он месседж. Тут важно понимать и продолжать консолидировать протест, выходить на митинги, как это делают в Белоруссии или в Хабаровске. В целом, реакция на такого вида пропаганду должна быть такой. Нужно игнорировать их, как назойливых мух. Толкать свою линию, чтобы мотивировать сторонников, дабы они не думали, что что-то сливается и повестка теперь сменилась исключительно на оборонительную. Общество всегда было сильнее власти. Принимать участие в общероссийских акциях, участвовать во всех выборах, проводимых в нашей республике. Есть мнение, что политика – грязная штука, но на самом деле политику грязной делают грязные люди. Ну и самое важное – не вестись на провокации и не устраивать беспорядков. Тем самым оставаясь в правовом поле, не давая силовикам, продавшим душу за деньги, применять спецсредства против протестующих. Победа обязательно придет. Нужно понимать, что политичными нас делали на протяжении 30 лет и все в корне поменять у нас не получится за 2-3 месяца. Это игра в долгую. Важно помнить, что наше будущее находится в наших руках. И самый значительный вклад каждого из вас, который вы можете сделать – это участие в выборах всех уровней. Становитесь независимыми наблюдателями в своих избирательных участках, освещая все нарушения, которые вам удалось записать. Только таким образом мы не допустим грязных людей в политику нашей республики. В их руках административный ресурс бюджетников, которые голосуют так, как надо, и вбросы бланков людей, которые не пришли. Для справки, в нашей республике людей, умеющих право голосовать, чуть больше 200 тысяч, из них чуть больше 30 тысяч бюджетников. Помните, народ достоин той власти, которую выбрал. Также общественный контроль чиновников всех мастей. Тогда люди, идущие на ту или иную должность, будут понимать, что за ними следят, и воровать просто так не получится. Что им придется работать всего за 30-50 тысяч, а это копейки для казнокрадов, и работать как надо за такие деньги они не будут. Если мы хотим светлого будущего нашим детям, хотим видеть, как растут наши внуки, нужно отказаться от понятия «я аполитичен» и принимать участие в политической жизни нашей республики, принимать участие в политической жизни нашей страны. Если вы также устали от произвола чиновников, делитесь нашим видео, оставляйте свои комментарии и подписывайтесь на наш канал в YouTube. Также мы благодарим вас за финансовую и моральную помощь. Мы не прощаемся с вами и желаем крепкого здоровья! Калмыцкие небылицы, приметы и гадания. Три жемчужины калмыцкого фольклора в одном издании. Вышла книга, которая обещает стать библиографической редкостью. Сказка о «Далунхойрхудл» «72 небылицы», рассказ «Диалог Кемельгын» «Приметы 25-го позвонка овцы» и образец гаданий «Далуншиндже» «Гаданий по бараньей лопатке», представленный в очерке народного поэта калмыкии Константина Эрендженова, это любимые и уникальные произведения устного творчества нашего народа. Тексты даны на калмыцком языке и в переводе на русский. Самобытные яркие иллюстрации Ирины Надбитовой прекрасно передают удивительный калмыцкий традиционный и сказочный мир. Книга будет интересна как взрослым, так и детям и станет прекрасным подарком каждому, кто интересуется калмыцким фольклором.